либо как вариантах можно одеть но они прокляты поэтому они могут быть я не знаю точно поэтому я не хочу рисковать мы видим то что тут ловушка с так сказать она не ловушка это скорее активируем но хотя наверное не стоит и мы без знака к нам кто-то идет с левой стороны потому что дверь только что дернулась мы забрали получается лучше также если у вас нет лука можно было использовать любой дальнобойное оружие будь то копье глифа либо кнут что лучше всего переходим на следующий уровень видим то что у нас больше половины здоровья упал у персонажа как вариант стоит его покормить чтобы он не сильно проседал при еде у нас активируется баф скорости на два хода тем самым и чуточку быстрее двигаемся мы видим то что узели ускорение значит возможно тут ловушка на скорость идет мы убили гнома монаха благодаря нашему страну подбираем зелье ускорение это очень хорошее зелье она помогает вам передвигаться смотрим страж атакует пять раз затем еще это на такого раза 34 поэтому подходим вплотную к дворфу чернокнижнику потому что как я говорил ранее против магов драться сомнительным удовольствием на ранже против них драться можно на ранже при условии если вы имеете защиту от магии его можно ее можно добиться используя свиток получается рассеивание проклятие превратить его в свиток антимагии как варианта но он короткое время день также можно использовать кольцо у нас его нету в данном ах нет кольцо стихий у нас мы есть активирован вот его можно использовать и как вариант вот тут например 17 процентов то есть если у вас будет больше ста процентов то есть это уровня он ближе к десятому то вы в принципе сможете спокойно с ним даже на ранже драться это что у нас кольца стихии нету по крайней мере в наличии сейчас то нам не актуально учитывая то что наш артефакт талисман приведет предвидение молчит на наличие ловушек поэтому я спокойно еду не прозванивая полы вот тут очень много ловушек и наш талисман нам об этом говорит вот смотрите иконка у него предвидения вы сильно нервничать и будто вам не здесь сейчас еще раз прочитаю вы сильно нервничать и будто рядом с вами есть незримая опасность то есть он нас предупреждает о том что тут рядом с нами незримые то есть так называемые невидимые глазу ловушки тем самым мы можем мы видим то что страж который наш нас защищал он деактивировался тем самым мы можем активировать нового стража нас также рассинки продолжает набираться благодаря способности восстанавливающие шаги очень полезная способность иногда особенно когда у вас нет дверей уже они сгорели эти эта трава вам поможет мы видим голема и видим электрического элементаля который охраняет свиток опознания кстати говоря он нам нужен а голем охраняет токсический газ голема стоит будить в любом случае потому что он нам чтобы убить голема его нужно бить только на рейнже с ним в миле драться бессмысленно слишком больно бьет и слишком толстый то есть толстокожий персонаж которого будет очень тяжело пробить начинаем атаковать голема голем наивно полагает что я с ним буду драться в миле как я говорил ранее стоит использовать против големов именно копье либо кнут либо у меня такого нету в общем еще я его не нашел такой предмет в общем и целом есть еще галифа так называемый предмет 18 тира как и варианты можно его использовать либо любой предмет который у вас зачарован на дальность то есть если у вас предмет зачарован на дальность вы можете его использовать из-за того что стоит там без мы не можем атаковать дистанционно электрического элементаля вот из-за этого несчастного без а поэтому нам также подсказывает то что тут могут быть ловушки но вы сами все видите из за того что у нас она нас кидает ослепление но у нас есть прозвонкой местности поэтому нам и на ослепление все равно нам кстати также подсказывают что здесь есть ловушки мы их правда не видим пока в данный момент мы нашли эту ловушку которую нам рассказывали это ловушка ослепляющая разговариваем с бесом он говорит про големов то что ему нужны голем для того чтобы он стал нашим будущим торговцем поэтому его стоит квест выполнить в любом случае например если квест кузнеца который на уровнях раньше вы можете как-то за игнорить и так далее квест беса нельзя игнорить потому что он во первых в вы заодно все равно будете проходить оба квеста плюс он ваш будущий торговец поэтому игнорить его не получится как бы вы ни пытались подпираем двери и начинаем расстреливать мимика отталкиваем его от себя чтобы он подольше до нас шел он нам дал немножко монет и латную броню очень для то что у нас активирован уже кузнец то есть мы активировали его соответственно нам латная броня не нужно дублирующая по крайней мере поэтому она чисто на продажу пойдет видим то что тут у нас идет дворф монаха мы его убили благодаря магия потому что физо и очень долго мы обговаривали мы нашли как я и говорил ловушку скорость пройти и можно несколькими способами один из самых распространенных способов которым ее можно пройти это вот как я только что через зелье ускорения либо как вариант использовать цепи артефакт но опять же его еще надо заиметь поэтому сложно сказать насколько он актуально мы начнем и его расстреливаем почему именно расстреливаем и не пытаемся даже миле атаковать потому что он нам скорее всего до слюлей мы видим то что к нам идут дворские фурдалаки ну скажем так не самый сильный противник но самый надоедливый из за того что они постоянно имеют свойство вставать поэтому их надо желательно драться с ним по одному нам дали 600 монет как вариант можно прогуляться до нижнего этажа купить у торговцев торговца у нас в данный момент один торговец купить у него анг получается мы видим мага так называемый двор в чернокнижник начинаем с ним миле и драться мы его убили мы видим то что нам бы желательно еще одну росинку чтобы она активировалась ищем место которое нам могло помочь с этим вопросом мы видим также что у нас тут двор в монах к нам идет нам не хочется например с ним драться и мы хотим от него избавиться для этого как вариант его можно просто выкинуть в пустоту для этого мы используем палочку взрывной волны стоим двери за не за ним пропасть и просто подталкиваем его в пропасть тем самым он упадет куда нам не нужно мы пьем зелье избавления тем самым мы избавились от яда не от яда голода ходим вокруг по траве течение пяти шести ходов ищем одну несчастную росинку который нам хотели бы дать они но нам ведь и не выдают и эту несчастную росинку поэтому мы в коей-то веке получили это несчастную росинку мы можем осветить анг тем самым у нас уже два освещенных анха мы себя должны более-менее комфортно чувствовать учиться то что у нас полторы тысячи монет как вариант сходить вниз купить еще один анх и купить но что-то еще что мы могли бы найти для этого нам нужно найти переходы и просто бежать в сторону выхода мы видим то что тут монах нужно с ним по сути драться в дверях и как я говорил ранее использовать на него магия потому что он нас просто утомить своим присутствием как вариант против в ледяного ленталя использовать получается дротик с холодом особенно если у вас он присутствует наличие покупаем у него анх продаем ненужные нам предметы латное бронение опознанный арбалет что касаемо арбалета тут прямо указано это оружие будучи экипирован увеличивать урон друг от дротиков и даже наделяет их своим зачарованием то есть очень удобно если вы играете от этого андротиков например и если у вас их количество зарядов у этих дротиков больше двух вот осталось бросков 2 из 2 чтобы это сделать вот например у нас почему два из двух они один спросите вы я вам отвечу потому что у нас активировано сейчас я вам покажу способность у прочность дротиков так называемой пить 75 процентов прочности снарядов тем самым у нас чуть-чуть попрочнее метательное оружие наш чуть-чуть буквально и тут у нас получается ментальное зрение очищение которое хотелось бы забрать исцеление и очищение у нас два очищения здесь то есть нам этот торговец прям ох необходим мы у него заберем исцеление для начала тут стать еще есть россия мне что неплохо то есть мы тут я так чувствую надолго можем застрять потому что нам еще где-то 1600 монет нужно плюсы сейчас ситы красивыми ну россия в никому конечно не самое сильное но все же на на нужное но монет ему можно вытряхнуть вот из этих вот ребят главное с ними драться правильно вот например вот сейчас вот они нам дали немножко монет уже 590 мы пока пойдем продолжим исследовать дальше уровень тем самым убивая наших по заказу где активируем стража почему потому что он в данный момент нам не нужен когда он нам понадобится мы его сможем активировать чтобы нас палочка очень медленно заряжается но это от того что у нас нет дополнительных бонусов на зарядку палочки нам как вариант стоило бы зачаровать наше вооружение текущие по крайней мере чтобы нам более комфортно было так же если мы найдем все-таки кольцо скорости я надеюсь смотрим кстати говоря у нас есть опознание и а получается нам нужно добежать до алхимика где-то здесь сверху бокс на 17 уровне мы видим электрического элементаля или с электрическим металем нужно драться только на суши делайте что хотите но с ним надо драться на суши потому что в воде он будет больше урона по носить смотрим что мы можем к говорится какой у нас не хватает одной единицы энергии смотрим чем мы можем я думаю грозовую лазу немножко подпилить тем самым у нас получается зелье свиток предсказания которые нам подскажет кольца которые у нас присутствуют наличие но опять же нам дали все кроме кольца то есть у нас неизвестно четыре кольца а нам дали то есть у нас не весны пять колец а нам кольцо ускорения так и не дали то есть нам его не опознали тем самым мы смотрим что у нас тут есть уклонение и кольц и кольцо стрельбы опять же плюс нам даст без за выполнение своего квеста одно кольцо оно будет сто процентов проклятое и возможно даже зачарован если вам повезет на плюс ну не знаю два три как вам повезет в общем и целом от параметров удачи это никак не работает почему потому что смотрим по на наличие текущего уровня отдаляем карту смотрим по на общую карту по уровню видим то что мы в принципе все исследовали по крайней мере может где-то скрытые двери есть но я их по крайней мере сейчас не вижу приближаем карту обратно бежим на следующий уровень на девятнадцатый смотрим то что наш получается колесман предвидения молчит тем самым вот сейчас он начинает разговаривать тем самым мы начинаем прозванивать да она рядом с нами оказалось с двух сторон причем наш талисман немножко усилился что дает усиление талисмана честно говоря даже не знаю наверное радиус больше будет либо быстрее он восстанавливается мы нашли газовую камеру пофере так называем на самом деле это просто к комната с зеленоватым ядовитым газом которая короче говорит без с зелья без зелья получается очищение вы не сможете проползти ну про и проползти можно но вы получите урон по персонажу который конечно нежелательно получать но мы видим то что они расположены удачно кстати говоря как вариант можно пробовать эту комнату залить водой и просто забрать но это получается кольцо которое мы ищем у нас не первых не в наличии то есть она нам не известно хотелось бы и рассинки забрать но рассинки у нас вот одна только все убегаем мы видим мага то очень плохо что мы его видим как вариант и у пробовать подтолкнуть но из-за из-за нашей текущего местоположения мы его не сможем яму скинуть несколько вариантов развития события либо попробовать искать другой обход просто по нам очень большой урон пройдет если мы его вам пытаться откидывать маг проснулся отлично мы просто ждем и начинаем с ним драться он нам выдал зелье исцеления еще одна тем самым у нас несколько зельях нам дали зелье силы и еле и силы рекомендуется пить сразу как только вы нашли их потому что они вам будут нужны постоянно что касаемо дворфа монаха мы с ним особо драться не планируем мы его скорее всего был просто сталкивать потому что он нам скажем честно не нужен для того чтобы его столкнуть нужно подумать во первых как это сделать в принципе я придумал как это можно сделать поэтому сейчас вы это увидите так учитывая то что он пойдет сюда сюда пусть и тут палочка не грыженная а то есть он схитрил хорошо я тебя услышал мы так а тоже схитрим литий он полетел почему я иду спокойно и без прозвонки этажей потому что нам не перезарядка все видящие выстрелы перезарядка устанавливающих шагов одно 10 ходов второе три хода потому что нас наш талисман предвидения на должен оповестить по поводу ловушки по крайней мере попытаться сделать припрыгать мы не планируем тем самым мы можем спокойно двигаться не боясь наступить в ловушку вот как то так мы видим еще одного голема он нас если мы начнем его атаковать он на сто процентов будет к себе телепортировать поэтому наша задача просто подпереть дверь и начать его атаковать а я понял благодаря тому что дистанция у нас получается плюс 1 2 2 клетки он нас к себе не телепортирует тем самым мы можем безнаказанно расстрелять голема мы видим огненного элементаля с огненным металем нужно драться только в воде либо использовать холод против него то есть и кинуть него зелье холода но на мой взгляд не рационально потому что вы просто элементарно что же нам с этим элементарным делать кстати концы так сторожит магик карту сторожит карта нам нужно понятно как его убить его она попробовать согреть до попробуют согреть а он за нами не пошел представляете а я пошел смотрите я думал ты за нами не пойдешь почему с ним не стоит драться потому что он вас поджигает при атаке то есть вы бы загорелись и вам пришлось побежать в этот в воду можно каждый зелье холода выпить на себя но это сомнительное решение проще сразу уж сражаться в воде не заморачиваться по этому вопросу мы видим то что заблокирована как говорится дальнейшее передвижение и поэтому мы двигаемся у нас кстати монеты есть еще мы видим то что у нас маг есть маг проснулся мы просто ждем пока он к нам подползет следом за магом еще подключился огненный элементарь это хорошо мы стоим в воде нам в принципе на него все равно потому что мы стоим в воде нам комфортно он нам по сути говоря ничего не сможет сделать ну нет урон то он нам в любом случае нанесет но не не настолько большой как мог бы нанести мы видим то что зелье очищение это очень хорошо нам еще алхимика найти вообще бы шикарно было бы но пока не понятно если он вообще на текущем уровне получается мы также нашли переход на следующий этаж мы видим голема голем пока спит как варианты его расстрелять дистанционно для этого нужно подпереть двери примерное местоположение голема запомните примерное местоположение голем смотрим и видим то что он начинаем его дистанционно расстреливать учить за то что у нас квест на големов нам нужно пять дворских жетонов найти он нам дал пластинчатую броню напряжение говорят про ловушки скорее всего огонь здесь присутствует да потому что самое скажем так и смешная ловушка тут очень много травы и и конечно же как бы тут огонь не поставить ну тут разработчик конечно в этом вопросе юморист это когда уровень весь полностью в траве и огненная ловушка день в самом неподходящем месте будет стоять и вы просто на нее случайно наступаете и просто офигеваете мы видим то что там стоит сундук мы примерно прикидываем его местоположение кстати говоря мы его очень плохо и видим а мы его дарни расстреляем да нам нужно хотя в теории можно попробовать броню напряжение дроп подпереть дверь и посмотреть насколько мы до него достанем они ну в принципе мы до него достанем единственная дистанция достаточно большая я думаю он пока околимай самое интересное вот мне интересно откуда он знает куда надо идти но вши ты и gps что лезет нам нет смысла с ним драться поэтому пускаем ли идет нам еще одну карту далее свиток у нас пластинчатая броня напряжения но зачарование напряжения но неплохое но дает вам возможность если вам покажу перезаряжать палочки то есть по вам бьют и ваши палочки перезаряжаются это очень хорошее зачарование но для мага например или кто пользуется очень часто палочками но в нашем случае у нас не так много палочек и мы не так часто сильно пользуемся мы видим то что двор в получается чернокнижник проснулся но двор в монах он еще спит соответственно этот проход будет заблокирован до тех пор пока двор в монах не проснется научиться то что он спит какой нам его смысл будить если я правильно понял это единственный выход с текущей локации можно конечно идти дальше но это единственный проход поэтому тут несколько вариантов развития событий нам нужно получается этот двор фа монаха в неудобном бою пытаться убить почему в неудобном потому что мы не можем сюда поставить ничего из мы также от него скорее всего убежать не сможем он видите он стоит прям под дверью то есть его заставили сюда специально чтобы как только вы заходите в текущую дверь и у вас сразу же плюс он стоит на изгибе то есть карта от изогнулась здесь вот для вас это крайне неудобно по в плане дальнобойной атаки мы единственное что можем сделать это дропнуть сюда какой-то предмет чтобы у нас был плюс один шаг но опять же вы сами видите у нас там еще и маг пришел наш значит просто убежать с текущей локации потому что нам будет очень больно здесь учитывая текущие наши неудобное местоположение мы просто нам нельзя здесь драться потому что мы двор сейчас скорее всего по нам двор в чернокнижник будет атаковать следующий наш ход будет разрыв дистанции с магом поэтому наша задача кинуть попробовать отвлечь на в толпе драться плохое решение но у нас с оба вариантов нет если мы бы начали двигаться мы убегаем учить за то что мы деактивировали стража который нам кстати говоря страж занимает один тайл тем самым нам носить перекусить потому что наш персонаж проголодался пьем зелье избавления учитывая то что мы там можно было чуть больше урон нанести вот в этом моменте мы нашли к камень улучшения и свиток у камень зачарования свиток улучшения первый предмет как и второе это хорошие предметы как вариант стоит улучшить наша хотя я думаю все таки скорость и семена и дел да пожалуй свиток мы пока оставим а вот камень и положим на ваш лук лук сомнительные ты если ошибаюсь огонь да это очень плохой лук но у нас сейчас будет еще одна попытка почему я об этом говорю потому что текущая локация большинстве случаев предусматривает то что тут скажем так двойная локация тем самым мы можем поджечь текущую перегородку из книг она получается сделано сейчас я покажу да уйди ты нам не дают вам что посмотреть но общем и целом текущая перегородка из книг и мы можем ее поджечь тем самым посмотрев что дальше но мы подгорели наша задача просто избавиться от этого горения как вариант можно выпить зелье холода попробовать мы наверно так и сделаем отступим на шаг назад смотрим сколько урона тут 6 ходов либо просто подождать очень много урона по нам прошло просто зачарование огня но она хорошо для летающих но очень плохо для нас потому что нам будет очень больно против опять же вот например вот вот этого локации мы просто сгорели где очень много травы зачарование огня но скажем честно посредственное поэтому стоит попытаться хоть на что-нибудь другой зачаровать холод ну холод конечно не лучше но все же он по крайней мере контролит мобов тем самым он не дает им возможность призывающая ловушка призывающая ловушка на текущем уровне достаточно опасная ловушка потому что она может такую гадость вызвать мы подпираем ворот и начинаем расстреливать голема единственно так она нам надо найти он стоит мы не можем его да что ты будешь делать а мы не можем его достать на бренджа не хватает ждем пока пока подползает в самое интересное что мы его видим но мы по не мог выстрелить почему-то не можем но тут видимо мешает этот ее надо поджигать собственно чем и речь мы некомфортно достаточно себя чувствуем мы нашли получается летающую ловушку это это хорошая ловушка она так называемый страж чтобы ее пройти нужно использовать два зелья левитации и и место в инвентаре имеете но получается по количеству сундуков потому что в большинстве случаев вам может и повезти а может и не повезти у нас учитывая то что четыре сундука нам надо четыре места также мы будем использовать два зелья левитации а вместо одного который выдают нам также можно использовать скорость но я обычно использую зелья левитации как вы видите у нас нам дали сапоги природы сандалии природы это хороший артефакт он очень полезный на я бы даже сказал действительно очень полезный он помогает вам но опять же не высокоуровневому персонажу то есть на начальном этапе когда у вас персонаж только-только разгоняется какая гадость ой блин я тупанул я не в того выстрелил ладно я не в того кинул дротик мы уходим потому что нам нет смысла драться здесь как вариант выпить зелье лечения чтобы она просто не отсвечивала мы видим то что у нас маг видит что как что крайне удивительно вот из-за этого большие дистанции против магов очень плохие мы убегаем потому что нам не актуально подпираем двери начинаем его дистанционно расстреливать он ну кстати дротик не отдал что очень странно по нам должен был отдать дротик но нам почему-то не отдал дротик что-то я не понял дротики всегда возвращались но в наших случаях почему-то он не вернулся на очень странно честно говоря а мы же в голема кинули дротики тупо но мы промахнули смеки яхт просто хотел кинуть в этого в мага но я кинул в голем она нужно убить того голема потому что во первых у нас замечательно мы встаем именно на и станцию подхода чтобы мы могли его отталкивать от себя тем самым он будет до нас идти будет тратить свое время на это учитывая наш забитый инвентарь нам стоит пробежаться и дропнуть просто половина инвентаря потому что охотите можно еще либо подождать голем она я лучше пробегусь дроп на инвентарь посмотрим сколько монет у нас две триста пробежаться до торговца первых купить у него то что мы хотели приобрести ищем переход на обратный уровень видим мага маг это очень больно особенно на дистанции какая же ты грязь я думал ты ушел а видите он блин как черепаха ползает из-за этого нам очень больно может быть он нам понизил armor класс наш теперь у нас из-за из-за того вот этого за дебафа потрепан у нас броня хуже стало тем самым нас физой могут пробить но в большинстве случаев они нас не смогут пробить физой потому что ну достаточно сильное зачарование уже на плюс 8 плюс еще скорость мы в принципе комфортно себя чувствуем практически это как зелье как кольцо ускорения только кольцо ускорения в этом вопросе лучше она постоянная а этот не постоянно мы можем с ним размениваться потому что у нас особо вас вариантов него нет мы продаем щит продаем доспех и все в принципе потому что нам как бы надо двигаться дальше берем свиток рассеивания потому что нам получается без даст проклятый предмет причем он сто процентов будет проклятый и тут вы с этим и нихрена не поделаете болин я не то купил ну ладно монет не хватило я не то купил я не то купил я хотел очищение купить них его не смог купить ладно очищение конечно хорошо да я просто переживаю то что она проклятым для этого каш можно использовать познание либо у нас есть снятие чар можно попытаться через снятие чар его использовать вместо точности например но нам монет не хватило что купить последнее очищение которое у него присутствует наш мы еще раз к нему вернемся как накопим монеты мы видим спящего элементаля мы также как и элементарь бьем холодом поэтому с ним и в луком с него стрелять бессмысленно ему наносится минимальный урон хотя по идее вообще на него урон не должен носиться но это что огненный точнее ледяной элементарь ледяной урон он не наносится без логики вообще мы смотрим то что мы в принципе могли бы наверное активировать сандалии природы вместо кольца меткости она кстати говоря не проклянуть пока разгонится мы видим голема это отлично мы активируем огненную ловушку на него и начинаем его расстреливать голем конечно же умнее нас оказывается мы думаем как избавиться от дворфа монаха потому что от голема мы в любом случае избавимся он нам нужен дворфа монах нам не нужен мы делаем шаг назад и толкаем получается дворфа монаха в левую получается в точнее в правую сторону тем самым он улетает и погибает соответственно мы подпираем дверь и начинаем расстреливать голема потому что нам нужно они по квесту это кстати говоря наш голем который нам у нас забрал ослепляющий дротик что касаемо травы получается вот эти вот сандалии природы они четко не хотят работать хотя они по идее должны а я понял они работают на высокой траве с не ошибаюсь да нет когда просто ходишь по траве они работают да но сандалии природы мы скорее всего активировать не сможем потому что мы пока разгоним их для нас будет это откровенно плохо поэтому думаю они они конечно хороши то есть их зачарование нам бы очень сильно зарешало но они очень долго разгоняются одеваем тогда кольцо стрельбы на себя учить за то что мы стрелок нам кольцо стрельбы вместо сандалий кольцо стрельбы оказалось непроклятое тем самым мы видим еще одного голема у нас 4 у нас как раз в теории последний голем проблема в том что мы его не убьем тут дистанционно потому что он нам не даст эту возможность сделать избавляемся так называемого голема потому что он из-за своей габаритности останется в комнате в той в которой он находится в данный момент мы отталкиваем мы убрали получается дворфа монаха наша задача убрать голема для этого нужно подпирать двери он нас скорее всего видит но у нас не должен видеть да у нас видит и главное мы его видим а он нас не достает ух нифига себе он нам дал секиру секира это 20 тирс тяжелое оружие но восточно больно бьет мы получается у нас 5 жетонов дворскому этому безу общем и целом нужно как именно 5 жетонов для того чтобы он нам в большинстве случаев зву звуков чернокнижников падает зелье большинстве случаев рандомная ну и хотя прописано по идее зелье исцеления но она почему-то рандомная падает что кстати иногда хорошо вот но он нам дворский бес говорит дворский жетон о да ты мой герой насчет награды у меня при себе ничего нет наличных но есть кое-что получше я дарю тебе это кольцо это наше семейное релькви она досталась мне от дедушки он снял его с пальца мертвого паладина но ты забираем кольцо у нас как говорится выбор без выбора и он нам отдал кольцо стрельбы еще одно на плюс 2 соответственно ну вижу понятно что для нас кольцо стрельбы на плюс 2 будет прямо ух мы в любом случае его чары снимаем и одеваем кольцо стрельбы за место нашего текущего кольца стрельбы который у нас не опознанно тем самым она у нас у нас уровень метательного оружия увеличена 3 а прочность на 70 процентов кольцо стрельбы для лучницы это прям ух необходимость особенно теперь смотрим на наши дротики как вы помните у нас было два снаряда смотрим на да вот и утомил теперь у нас четыре броска вместо двух которые у нас были до этого то есть а нам одно семечко которое мы смазываем дротики нам хватает чтобы на четыре броска на учитывая то что одно семечко смазывает два дротика то это прям ух смотрим у нас есть видок улучшения как вариант его можно потратить на кольцо стрельбы либо потратить на тем самым благодаря улучшение кольца стрельбы у нас улучшится наше оружие сам лук также улучшится дротики их прочность где они у нас да и вот их прочность увеличится тем самым 4 броска будет либо как вариант поэкономить и возможно нам выдадут возможно нам выдадут скорость кольцо скорости ну правда она она всегда будет актуально вне зависит от того сколько и почему просто кольцо скорости она самая на мой взгляд сильная есть еще кольцо получается скорости атаки но она скажем честно но она неплохое то есть если у вас большой урон либо не самый большой урон вы просто скорость атаки можете запинать мобов но она не всегда работает так как хотелось бы у нас 500 монет на кстати так монеты до сих пор и не дали то есть мы последнее зелье очищение которое хотелось бы забрать мы его не сможем забрать скорее всего потому что у нас просто элементарно не хватает монет на этом а ребята которые дропают монеты нам они не выпали соответственно мы скорее всего может вставать под босса чтобы элементарно двигаться дальше хотя к лучше бы конечно пробежаться ладно всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока